Говорят, будущее приближается гораздо быстрее, если идти к нему навстречу. Примерно этим мы сейчас в авторевью занимаемся. Я нахожусь возле нашего техцентра на Дмитровском автополигоне, а рядом со мной Lada X-Ray и Lada Vesta. Оба проходят ускоренные ресурсные испытания авторевью. А почему я заговорил о будущем? Да потому что обоим автомобилям предстоит пройти по разномастным дорогам автополигона около 32 тысяч километров. Но нагрузка на них будет такова, что один километр приравнивается к трем километрам обычной повседневной эксплуатации. То есть за 4-5 месяцев мы смоделируем около 5 лет их жизни и 100 тысячный пробег. Вторая, не менее важная часть, это коррозионные испытания. На кузове каждого автомобиля, на каждом кузовном элементе нанесены по 3 тарированных надреза краски. Один глубокий до металла, второй до грунта и третий имитирует небольшую царапину. Для чего это сделано? Автомобили проведут около 60 часов в камере с соляным туманом. И мы посмотрим, как их кузов будет чувствовать себя через 5 лет. Клади X-Ray с точки зрения коррозионной стойкости кузова у нас вопросов пока нет. Но вот про вес, то я этого сказать не могу. Самый глубокий надрез краски, тот, который вглубь металла, заржавел после первого же визита в коррозионную камеру. После 6 часов, проведенных в соляном тумане. А после второго визита мы обнаружили ржавчину и во втором надрезе, тот, который до грунта. Но надо сказать, что на остальных кузовных элементах все надрезы чувствуют себя прекрасно и коррозии пока больше нигде нет. Чего опять же нельзя сказать про состояние деталей под капотами машин и снизу автомобилей. Давайте посмотрим, что соляно творила под капотом. Машины провели в коррозионной камере не так уж много времени, поэтому криминала я не вижу. Но вот такие элементы, как крепежные скобы, хомуты или планка аккумулятора, покрыта коррозией довольно серьезно. И мы видим, отслаивается краска, поэтому в дальнейшем картина будет только хуже. И что касается Lada X-Ray, у нее под капотом примерно такая же картина. А давайте посмотрим, что у нас снизу автомобиля. Я вижу следы коррозии на тормозных барабанах, на элементах выпускной системы, балки задней подвески, на приводах передних колес. Они, кстати, довольно прилично заржавели. Если вспомнить про Lada X-Ray, то картина снизу примерно такая же. Единственное не лучшее отличие у Vesta есть коррозия в сколах на лонжероне. Кстати, оба автомобиля уже прошли по 8000 километров, то есть примерно четверть дистанции. И у нас уже есть первые результаты. У Vesta проблемы с креплением выпускной части. На пробеге 6200 километров оборвалось переднее крепление. Затем стали раздаваться стуки сзади. И мы обнаружили, что отвалился кронштейн крепления глушителя. Его пришлось приваривать на место. А на пробеге около 8000 километров, то есть совсем недавно, мы обнаружили, что порвался и средний подвес выпускного тракта. Однажды Vesta чуть не потеряла водителя. И вот как это случилось. Если ручку двери открывать так, что она немножко смещается назад, ручка залипает в этом положении. И дверь притворяется, но не запирается. Причем такая беда не только с ручкой водительской двери, но и у остальных дверей. Будьте осторожны. Вопросов в кладе X-Ray у нас еще больше. Сосредоточены они все под капотом и появляться начали еще до старта зачетного пробега. Когда дометр показывал всего 43 километра, появилась проблема с генератором. С его вала открутилась гайка, потерялся шкив, ремень слетел. И автомобиль пришлось на эвакуаторе отправить обратно к дилеру, где генератор заменили в сборе. Затем прохудился расширительный бачок системы охлаждения. Течь он дал по сварному шву. Мы его запаяли, но долго не продержался и пришлось покупать новый бачок. Это проблема не только нашего автомобиля. Бракованные бачки попались примерно 1400 машин. И при обращении владельцев их будут менять по гарантии. Но печальнее всего, что вопрос есть и к самому новому ВАЗовскому двигателю 1.8. При длительной работе на больших оборотах, порядка 5600, включается сигнал Check Engine, появляются пропуски зажигания, и двигатель начинает банально троить. Мы, естественно, рассказали об этих проблемах ВАЗовским двигателистам, и сейчас идет разработка новой программы управления двигателем. Большая часть пробега проходит по скоростной дороге. В общей сложности оба автомобиля проведут здесь 20 тысяч километров. Сейчас мы едем на Lada 200, максимальная скорость у него порядка 185 километров в час. Часть пути машины пройдет просто с максимальной скоростью, часть с торможением двигателем, часть с торможением рабочей тормозной системы. Как вы видите, в салоне я нахожусь не один. Почти половину пробега. Его проведут со мной 3 водоналивных манекенок, массой по 75 килограммов каждый, и балласт в багажнике, 50 килограмм свинцовой дроби в мешочках. Если скоростная дорога в первую очередь сказывается на двигателе, разгон торможения на трансмиссии, то дорога, мощеная булыжником, конечно же, на подвеске. Ну и на водителе. Например, в X-Ray здорово бьет по рукам руль. А в Lada 200 нужно следить за чередой волн покрытия. Здорово скачет корма. Вплоть до замыкания на отбойнике. Причем, чем больше нагрузка, тем это проявляется сильнее. Сейчас я еду на X-Ray и не знаю, слышно ли это в микрофон, но разговаривает практически весь салон. Поскрипывает приборная панель, бардачок, обивки дверей. И есть интересный момент, что на наиболее больших ухабах сами собой включаются дворники. Рычажок перескакивает в положение их включения. Вот что произошло сейчас, например. На горной дороге автомобили проведут 2000 км. Скорости здесь пониже, чем на скоростном кольце. 100 км в час. На прямяках 60 в поворотах мы бережем шины. На спусках тормозим двигателем. Разгоняемся с педалью в полу. Машины даже с полной нагрузкой ведут себя вполне предсказуемо. Замечаний к ним у нас здесь особых нет. А каждые 100 км мы заезжаем на 10% подъем задним ходом. Нагружаем заднюю передачу, а заодно и сцепление. Название упражнения разгон торможения говорит само за себя. Это максимально интенсивный разгон на каждой из передач. Затем в обратную сторону торможения двигателем и остановкой при помощи штатной тормозной системы. Здесь мы максимально загружаем как тормоза, так и коробку. И нужно сказать, что во время предыдущих ресурсных испытаний, в которых проимал участие автомобиль Lada Granta, механическая коробка не выдержала. Мы ее ремонтировали. Французская коробка на Lada Veste пока чувствует себя хорошо, как и робот на Lada X-Ray. Пробег по грунтовым дорогам не слишком протяженный. Всего 400 километров. Самое короткое упражнение. И здесь мы смотрим, как кузов автомобиля противостоит пыли и грязи. Да, чуть не забыл. Помимо основной пробеговой части испытаний и коррозионной камеры, мы проводим так называемые дополнительные испытания. То есть сотни раз хлопаем крышками багажника, раскладываем спинки заднего сидения, регулируем передние сидения, поднимаем и опускаем стекла, регулируем зеркала, хлопаем всеми без исключениями дверьми. То есть проделываем все то, что с кузовом автомобиля случается за 3-5 лет. А завершает ускоренное ресурсное испытание не лавровый венок и шампанское, а краш-тест. Но не на высокой скорости, а всего на 15 километрах в час. Так называемый страховой краш-тест. Или краш-тест по методике даннера. Его результатом является стоимость восстановления автомобиля после небольшой городской аварии. И в самом конце мы подводим главные финансовые результаты всех испытаний.